Первое поколение этих автомобилей появилось в Италии в далеком 1978 году. Больше 20 лет, не считая каких-то незначительных модернизаций, автомобили оставались в прежнем виде. И только в 1999 с конвейера сошел принципиально новый образец. Третье поколение появилось в прошлом году. И сегодняшний обзор мы посвящаем этому автомобилю с богатой историей. Главный герой сегодняшней программы «Драйв» и «Вэко Дейли». Всем привет, меня зовут Сергей Корняков. Поехали! Модель «Вэко Дейли» занимает особое место в истории европейского автопрома. Автомобили производят на протяжении 36 лет. За это время было выпущено около 3 миллионов экземпляров. Их эксплуатируют в 110 странах мира. В общем, «Дейли» на сегодняшний день является одним из самых распространенных легких коммерческих автомобилей в мире. Автомобили выпускают в двух базовых версиях – шасси с кабиной и фургон. В сегодняшнем обзоре я детально остановлюсь на первом варианте в комплектации 70С15. В первую очередь обращает на себя внимание внешний облик автомобиля. Дизайн яркий и необычный, чего часто не хватает отдельным представителям коммерческой техники. Ветровое стекло, окантованное такой широкой черной полосой, гармонично переходит в боковые окна. Капот здесь скругленный. Говорят, это сделано для более простого доступа к двигателю. Радиаторная решетка разделена на две части. Посередине широкая полоска пластиковая, цвет кузова. Здесь фары головного цвета, снизу противотуманки. Последние модификации Дейли увеличили площадь остекления, что сделало кабину более светлой и улучшило обзорность. Также улучшенный дизайн передней части автомобиля повысил аэродинамические характеристики, что очень важно именно для коммерческих автомобилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На новом Дейли посадка водителя и комфорт практически не отличаются от легкового автомобиля. По сравнению с предыдущей версией, сиденье стало ниже на 15 миллиметров. Его можно отрегулировать по высоте, по наклону спинки. Рулевое колесо стало меньше на 2 сантиметра в диаметре и на 7 градусов ближе к вертикальному положению. Его также можно отрегулировать по высоте. Эргономику в кабине можно считать одной из лучших в классе. Она дополняется усиленной звукоизоляцией и более эффективной системой охлаждения и обогрева салона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разработчики автомобиля уделили повышенное внимание безопасности. Здесь усиленная рама. Подушки безопасности есть и у водителя, и у переднего пассажира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из дополнительных важных опций это гидроусилитель руля, электростеклоподъемники, простая мультимедиа-система, подогрев топливного фильтра, антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий и курсовой устойчивости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо сейчас у нас новости, а после я расскажу о технических характеристиках этого автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Электрический Мерседес-Бенц Е-Спринтер может проехать 150 километров без подзарядки. Немецкий производитель представил коммерческую модель нового поколения еще в начале года. Но спецификации раскрыл только сейчас. Старт производства электрического фургона намечен на 2019 год. Модель Мерседес-Бенц Е-Спринтер будет доступна с двумя вариациями аккумуляторных блоков. Емкость 41,55 киловатт-час. С первым запас хода автомобиля составит до 115 километров при неблагоприятных условиях, например, низкой температуре и полной загрузке. Батарея большей емкости обеспечит пробег до 150 километров. Правда, загрузка с ней составит максимум 900 килограммов. Время зарядки до стандартного системы составит от 6 до 8 часов. А использование системы быстрой подзарядки позволит зарядить батарею за 45 минут. Модель Е-Спринтер приводится в движение электродвигателем с отдачей мощностью 114 лошадиных сил, который может разгонять автомобиль до 80 или 120 километров в час максимальной скорости в зависимости от версии. Электрический минивэн Nissan ENV200 получил усиленную батарею, благодаря которой запас хода увеличен более чем в полтора раза. В новой версии модели емкость батареи 40 киловатт-час, благодаря чему автомобиль может проехать до 301 километра на одной зарядке. Мотор под капотом остался прежним, 108-сильным. Минивэн будет доступен в двух версиях. Первая предназначена для коммерческих перевозок, вторая для личного пользования. Грузоподъемность автомобиля составляет 742 килограмма. На данный момент это единственный семиместный электрический минивэн, который можно купить в Европе. По итогам прошлого года в США было продано лишь 18 602 экземпляра этой модели. Европейские дилеры не продали за год и 7 тысяч автомобилей. Автоваз зарегистрировал название Lada Vesta Sport. Имя является интеллектуальной собственностью компании. Производство спортивных четырех дверок должно начаться через несколько месяцев. Внешность серийной модели будет такой же, как и у прототипа. А спортивная Vesta получит иные бамперы с воздухозаборниками более крупного размера. Боковые юбки, задний спойлер и колеса большого размера. Автомобиль будет комплектоваться 140-сильным мотором объемом 1,6 литра и 149-сильным объемом 1,8 литра. Ожидается также появление хардкордовой версии со 180-сильным вариантом мотора 1,8 литра. КОНЕЦ В Казахстане этот автомобиль продают только с одним типом двигателя. Это трехлитровый дизель с турбонаддувом мощностью 146 лошадиных сил. Коробка передач здесь механическая, шестиступенчатая. Максимальная скорость автомобиля 130 км в час. Грузоподъемность этого автомобиля почти 4,5 тонны. При этом его общая масса около 7 тысяч килограммов. По желанию заказчика на заводе, где этот автомобиль изготавливают, могут установить на шасси бортовой кузов, рефрижераторную установку или автогидроподъемник. Это был Ивэко Дейли. Я Сергей Корняков. Увидимся! КОНЕЦ